Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что же творится в стенах RIA. Стены домопечати стали трещать по швам. Большая половина сотрудников RIA Калмыкия сбунтовалась и затопала ногами. Журналисты написали письмо с выражением протеста против Рамазанова и Деликовой. Также полетели письма в трудоинспекцию в общественную палату России. Новоиспеченный шеф-портной «Хочу быть журналистом» Манджиев-Рамазанов медленно, но верно уничтожает саму профессию журналистику, дескредитируя ее своими назначениями, решениями, приказами. Впадая в истерику, пытается уволить 80% сотрудников и заменить их СММщиками, вывести в блогеры, тем самым искореняя саму культуру калмыцкого телевидения. И свои намерения закройщик не скрывает, профессия портного наложила на парня свои следы. Манджиев-Рамазанов запретил выход всех калмыцких телевизионных передач. В эфир выходят передачи после отмашки той самой Деликовой Алины, которая сама в прошлом шугарингом занималась, а ранее в неком ресторане Чингисхан занималась раскруткой пьяных папиков. И речь идет не о морали этой девушки, выбор профессии – личное дело каждого. Хочу лишь отметить, что в команде Бату на компетенции смотрят в самую последнюю очередь. Кстати, своим прошлым дам они брезгуют и рассказывают о нем с гордостью. Эти двое, отрекшиеся от имен и от калмыки, не знают, какие передачи уже есть и как свое открытие предлагают создавать новые. Рассказывают журналистам прописные истины, выдавая за свои мысли. Советуют о том, что калмыцкий язык, впрочем, как и культура, никому не интересны. Да и жить пора прекратить в узкой республике с калмыцким акцентом. Известный короткий документальный фильм о жизни яшкульского фермера, который набрал впоследствии десятки тысяч просмотров, забраковали. Цитата. «Я такого говнища еще никогда не видел». Это его любимое слово – говнище. Кстати, употребляет он его ко всем уважаемым людям республики. Правда, за спиной. Авторы фильма после такого вывода забросили его. Но потом решили залить его на свои страницы. Фильм за сутки стал набирать обороты. Даже Хасиков забрал его себе на стену в Инстаграм. Рамазанов был обескворажен. Как так, он гений ТВ, гений интервью не увидел прекрасной работы. Зато после оваций Деликова бесцеремонно заявила автору, что высокая оценка фильма – это ее личная заслуга. В стенах Рия князь Рамазанов решил с размахом устроить себе день рождения за счет своих сотрудников. Деликова всех заставила скинуться по 350 рублей. Поговаривают, нашлись и те, кто не сдал. Вот тут-то и началось. Разъеренная Деликова потребовала увольнения не подчинившейся. Более того, инициировала снять пафосный поздравительный ролик под песню «О боже, какой мужчина». Ролики снялись особенно влюбленные в Стаса и Алину. Отлезали эти влюбленные попы двух выскочек до блеска жемчуга. Те, кто не согласился принимать участие в этом шабаше, наказали лишениями премии, вынесением выговоров, диктатура, следоблюстов. Ну а возвращаясь к теме родного языка, который Рамазанов задвигает, зачем создавать передачи на калмыцком языке, их никто не смотрит. Этот товар не продается. Калмыцкий язык знает 10% населения. Зачем тратить деньги на их создание? Кто сказал, что мы обязаны продвигать калмыцкий язык? Кому он вообще нужен, ваш язык? Единственную калмыцкую газету Хальмы Канун он хочет закрыть и создать новую на русском языке. Районные газеты тоже. А не лучше ли вернуть районки в районы, как было это раньше? Нет, нельзя. Газеты приносят деньги. А что может быть важнее денег для торгаша? Только бутылка вина после работы за 10 долларов, выпитая в одиночку. Первый же месяц Рамазанов убил инстаграм-аккаунт сайта Риа Калмыкия. Там было 17 тысяч подписчиков. Сайт цитировали федералы. Просмотры сайта в июне составили почти полтора миллиона месяцев. Это 40-50 тысяч просмотров ежедневно. Сегодня за месяц, если наберется полмиллиона, и то хорошо. Ошибки в текстах сайта вызывают смех. Когданова Александра снял с должности главреда сайта и поставил салагу. Его хотели уволить, но за него вступились на Минханова, как и за многих других. Не давал увольнять, не выполняя бредовые поручения босса. А когда и босс настоятельно предложил уволиться, ушла. Заявление по собственному делу на Минханова написала сразу же, не желая жаловаться в Белый дом. Судьба карает бумеранга. Да и Рамазанов сделал все по-тихому, молча. Кто для меня Бериков-Попов? Какое отношение они имеют к СМИ? Мне неинтересны эти личности, и я не боюсь их. Если я кого и послушаю, так это только Бату. И то, если почитаю нужным. Так он любит повторять каждый день своим подчиненным. Типа он независимый. Команда канала Зан Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденко. Говорят, на Минханова жить не давало салагам, которых набрал Рамазанов. Доводило до слез, тыкая в ошибки. Теперь все дружно и мирно пишут свое говнище и радуются ему. Типография Джангар предложила Рамазанову хорошие цены за печать у них. Без Рия старейшая типография не поднимется. Но князь отказался. Почему? На Ставрополе ведь цены бешеные. В общем, нет логики у Портнова. Сам протест журналистов пытается скрыть, а сами журналисты не хотят добавлять негатива, хотели по-тихому между собой разобраться. К тому же ходят слухи, что открывается независимое ТВ, и туда перейдут все топовые журналисты. Пресс-служба главы ведет тотальный центр всего, что пишется и говорится в СМИ. При этом они тупые и не владеют инструментами, которыми можно вытащить главу. Медом кормят население, а уже всех тошнит от сладкого. То, что они бездари и тупые, говорят их убийственные попытки раскрыть главу. Правда, пока они его только-только. Так вот, эти бездарности устроили показательное выручение медали некой Виктории. И устроили они шоу в центре переливания крови. По сценарию глава приходит в лабораторию сдать кровь и внезапно встречается там Викушку. Так как, оказывается, тоже любит делиться кровью с людьми. Увидев Викуньку, Бату вдруг вспоминает, что давно хотел ей выручить медаль за волонтерство. Правда, времени все не находилось. А тут такая встреча. Вот и достал он с кармана медаль, которую ежедневно носит с собой с момента начала пандемии, чтобы отдать ей. Даже букет живых цветов в его руке появился как по волшебству. Вот такие бездари окружают калмыцких журналистов. И пятнает их имя. Такой же руководитель стал у руля в Рио. Вот и началась аллергия в виде протеста даже в среде самих журналистов. И останавливаться они не хотят. Даже если их всех уволят, они без работы не останутся. А всякие крихуны, анонимные в сетях, только и зная, что навешивают на них ярлыки. Типа продажные журношлюшки. Протест висит уже 4-5 месяцев. И прямое требование убрать любителей брать чужие фамилии Рамазанова и Деликову. Правда, руководство республики не принимает решения. По всей видимости, решения примут сами журналисты. Им терять нечего. Они все самодостаточные и самостоятельные. Вполне могут уехать за пределы республики. И кто останется здесь? Самоучки, недоучки, двоечники и портные. На этом все. Пожелаем нашим журналистам удачи в нелегкой борьбе лизоблюдства и подхалимажа. И помнить, чем потерять имя, лучше умереть. С уважением, команда канала Зан Онлайн. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание. Как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.